Сегодня у нас состоится круглый стол на тему торгово-экономические санкции против Российской Федерации, угрозы для России и мировой экономики. Как вы знаете, вчера в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза, на котором представители ЕС обсудили дальнейшие меры против России. Они это называют санкциями 2.7, как было написано в прессе. Мы сегодня постараемся поговорить, насколько все-таки эти санкции могут быть введены, потому что вчера окончательного решения принято не было. Первое. Санкции американцы ввели, европейцы приняли принципиальное решение и будут до 30 июля торговаться в кулуарах, что именно они объявят в качестве санкций. Первое. Второе. Это говорит ровно о том, что кому вообще говоря нужны санкции. Санкции домогаются, я не побоюсь этого слова, США. И для них это составная часть, если будет вопрос, я объясню, национального выживания, потому что допустить глобальной социально-экономической стабильности США не могут ни при каких условиях, потому что в этом случае начнется рассуждение о ставках, о экономическом росте и так далее. Для США такая ситуация, она просто катастрофическая. Михаил Леонидович на эту тему уж писал, переписал, поэтому этот сюжет я оставляю ему, потому что значит было бы несправедливо. Таким образом, с моей точки зрения, вся эта история – это заговор не столько санкции против России, сколько заговор против конкурентоспособности Европы. Я объясню почему. Первое. Америка, заявив своей стратегической задачей о деиндустриализации, создании новых промышленных производств, наталкивается на конкуренцию именно Европой. Не с Китаем она конкурирует, а именно с Европой. А для того, чтобы невозможность повысить собственную конкурентоспособность, не сильно много, но можно понизить конкурентоспособность Европы. Поэтому задача напугать Европу как можно сильнее, взорвать экономические отношения Европы и России, и таким образом впарить, я извиняюсь за непарламентское выражение, газ уже по любой цене, с тем, чтобы Европа заплатила свою долю за глобальную безопасность. Игра примитивная и достаточно отвратительная. И Россия здесь по многим обстоятельствам лишняя, и против нее идет игра. Первое. Россия предъявила миру возможность альтернативного глобального развития, а это совершенно невозможно для США, потому что в этом случае она лишается возможности зарабатывать на неограниченном имитировании доллара. Второе. Это пример для многих стран, не обязательно следовать форватере США, и тогда это уход от доминирования мирового жандарма, и то, что недопустимо для США. Это второе. И третье. Это попытка, как я уже сказал, снизить конкурентоспособность европейских якобы партнеров. Здесь используется, мы видим, что основными сторонниками санкций является прямая агентура США в Евросоюзе. Это ровно те страны, на приеме в Евросоюз, которых настаивали Соединенные Штаты. Это Прибалтика, это Польша. Страны, которые не соответствовали стандартам Евросоюза, были приняты под политическим давлением. И для того, чтобы эти страны сохранить свой вес внутри Евросоюза, все время прибегают к поддержке США. Складывается этот внутренний антиевропейский альянс. Именно поэтому эти страны сражались до последнего против назначения Юнкером председателем Евросоюза. А эти страны стоят сегодня насмерть против назначения министра иностранных дел Италии руководителем внешнеполитического ведомства Евросоюза. В открытую сегодня президент Литвы заявила, что мы не можем допустить в качестве главного дипломата людей, которые хорошо относятся к России. То есть игра идет еще. Здесь Украина это отвратительно разменная карта. Не было бы Украины, я вас уверяю, придумали бы что-нибудь еще. А по поводу санкций, могу сказать следующее. Пока от санкций России только польза. Вот это эмпирический факт. Причем сказал об этом не я, а на слушании в Сенате сенатор Маккейн, который заявил, что закон о санкции против России следует назвать законом о поддержке экономики России. Потому что в результате поднялся рейтинг наших акций, начался экономический рост промышленности. Как вы знаете, второй квартал рост 1,8. Взбодрилось российское правительство из полусонного состояния. Оно начинает действовать, по крайней мере, как-то активно и вменяемо. Так что от санкций, с моей точки зрения, одни только пользы. А в глобальном экономическом плане, ну что, замечательно, спасибо. Нас выталкивают в Латинскую Америку, где заявили все страны, что ждут с распростертыми объятиями в строительстве атомных электростанций, в строительстве электростанций в Аргентине, в замене агрегатов ранее построенных электростанций. Ждут российские самолеты, ждут российские, много всяческого российского оборудования. Значит, мы будем наращивать наше производство, поскольку пока что мы того, чего нас просят, мы поставить просто не можем. Как ни странно, мы не можем выполнить заказы в полном объеме на Суперджет, которые были предложены. Мне просто, так сказать, идет оперативная информация, идет оперативное предложение купить Суперджет от разных компаний, но все, чем мы можем, уже законтрактовано. Ну, шевелиться надо в ответ на санкции. Производить больше, зарабатывать деньги. Нужно просто объяснить, собственно, откуда все взялось. Значит, ключевой момент, который определяет всю политику Соединенных Штатов Америки. Это час Че, это конец 2015 года, после которого будут очень большие проблемы, связанные с обвалами финансовых рынков. Пузыри на финансовых рынках конца 2015 года не переживут. Может быть, они рухнут раньше, но уж точно не позже. И об этом все уже открыто говорят, включая там руководство Федеральной резервной системы США. Оно, разумеется, это говорить так аккуратно, объясняя, что вот ставку будем повышать. Но поскольку до обвала рынков повышать ставку нельзя, то сам по себе факт повышения ставки означает, что они этот самый обвал ожидают. Значит, в чем проблема? Мы живем сегодня по правилам игры, которые были приняты и написаны для западного мира в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. И они стали мировыми после 1991 года. Так вот, эта система больше не жилец. У Соединенных Штатов Америки больше нет ресурсов эту систему поддерживать. Если вы помните, то два года тому назад, но чуть меньше, президент Обама, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сказал прямым текстом о том, что у Соединенных Штатов Америки больше нет ресурсов держать всю систему. И он категорически требует от всех союзников их поддерживать. Потому что в противном случае мир свергнется в хаос. То есть в этой ситуации для Соединенных Штатов Америки сегодня ключевой момент – это правила игры. Чтобы все соблюдали правила игры. И основной удар должен наноситься не по тем, кто там как-то выпендривается, а по тем, кто нарушает вот эти вот правила игры. Самым крупным нарушителем правил игры на сегодня является Россия на Украине. По вполне понятным причинам. Потому что политика России на Украине не имеет никакого отношения к экономической целесообразности. Украина – это для нас не чужая страна. И в этом смысле рассчитывать на то, что мы изменим свою политику за то, что нам что-то дадут или что-то не дадут, достаточно наивно. Хотя, конечно же, в России были силы, которые были готовы идти на такого рода прагматические договоренности. Это, как мы знаем, по истории последних двух недель не получилось. Продолжим дальше. Значит, Соединенные Штаты Америки должны показать всему миру, что они Россию за такое поведение наказывают. Евросоюзу не нужно Россию ни за что наказывать. Единственное, что их заставляет участвовать в этой игре – это союзнические обязательства с Соединенными Штатами Америки. Но и Соединенные Штаты Америки совершенно не заинтересованы в том, чтобы какие бы то ни было санкции ускорили бы приближение обвала рынков. По этой причине эти санкции носят либо чисто политический характер, либо же они касаются компаний, вроде нашего оборонного сектора, которые в мировую экономику практически не интегрированы. Теперь вопрос. А есть ли какие-то прагматические цели у этих санкций? Есть. Есть четкая прагматическая цель. Дело в том, что и вот здесь эта цель на самом деле наши украинские братья в силу свойственную им деревенского менталитета уже выболтали. Они сказали в самом начале, когда началось обострение, они сказали, вот американцы вам устроят Майдан, вот тогда узнаете. Значит, цель политическая Соединенных Штатов Америки – это свержение Путина через Новый Майдан. Для этого используется максимальный пиар этих самых санкций. То есть дело не в том, что они себя на самом деле представляют. Все понимают, что этой осенью будет реальное ухудшение жизни населения. И задача американской пропаганды состоит в том, чтобы доказать нашему населению и нашим предпринимателям, что во всем виноват злой Путин. Вот это та задача, которую они перед собой поставили. Под это назначен новый посол, под это идет пропаганда. Обратите внимание, последние две недели правительство все время выходит с разными инновациями типа налоговых и все время намекает, что может быть это как бы, что все было бы хорошо, но вот нас тут заставляют ужесточать и т.д. и т.п. Опять виноват Путин. То есть в этом смысле правительство работает как бы с Соединенными Штатами Америки, в одну игру играет политическую. Впрочем, это понятно, потому что либеральное руководство правительства – это люди, которые работают по лекалам МВФ уже 20 с лишним лет, тут ничего нового нет. Вот это модель, в которой мы сегодня находимся. При этом весь фокус состоит в том, что мы пока находимся в рамках этих все равно Бреттон-Вудских правил игры. Даже те институты, о создании которых было заявлено в Бразилии, бриксовских, они не имеют смысла в рамках современной долларовой системы. Потому что МВФ, Всемирный банк и ВТО, которые были созданы как раз решением Бреттон-Вудской конференции, это Бреттон-Вудские институты, они были завязаны на долларовую систему, на эмиссионный долларовый центр. То есть иными словами, играя по старым правилам, мы на самом деле выиграть не можем, нам что-то нужно новое. Здесь я просто вчера прочитал доклад, к слову о правилах. Миша Делягин написал доклад о деятельности одного из, как у нас принято говорить, крупных инвесторов, компании IKEA, в котором он объяснил, что, соответственно, IKEA на самом деле не инвестор, а главный выводитель капитала из России. И я, когда я этот доклад прочитал, то я увидел, да, вот это вот типичная совершенно ситуация. А у нас все, кто играет на нашем рынке, они все играют по правилам западным, и в этом смысле они играют против нас. Не потому что они что-то против нас имеют, а потому что, когда вы играете по чужим правилам, то выигрывает всегда чужой. Вот наша сегодняшняя проблема состоит в том, для того, чтобы нам было совершенно наплевать на санкции, на Бреттенвудскую систему, на псевдоинвесторов и т.д. Нам необходимо создавать свою собственную систему правил. В частности, вся система БРИКС и институты, которые они создаются, не будет работать, если у нас не будет своего эмиссионного центра и своей системы инвестирования, которая будет обеспечивать внутренний инвестиционный процесс. Если этого не будет, то мы все равно будем зависеть от тех или иных санкций. Потому что проблема, например, с долгосрочным финансированием, которое для многих наших компаний, в том числе энергетических, закрыли, она реально для нас может быть неприятна. Потому что внутреннее кредитование у нас сильно более дорогое, чем внешнее, из-за того, что мы играем по внешним правилам. Другое дело, что, еще раз повторяю, час-чек, конец 2015 года, поэтому стратегически мы, скорее всего, не проиграем. Но в любом случае нам нужно создавать новые правила игры. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Я вот только что сейчас читаю ленту, что МИД России, он осуждает, но как бы не нравится. Я сейчас дословно уже не помню. А МИД, если позволите? МИД России сожалеет, что Евросоюз поддался на шантаж США, вошел по пути санкций и поддался на шантаж США. Почему я запомнил, поскольку это 100% совпадает ровно с тем, что я сказал. Конечно, не объявили еще санкции Евросоюза. Я бы хотел передать слово Александру Александровичу в связи с теми санкциями, которые уже либо введены, либо будут введены. Спасибо. Я бы хотел все-таки осветить три аспекта проблемы. Первый – это влияние возможных санкций на экономическую динамику. И тут, мне кажется, что я остаюсь сторонником того, что большинство проблем нашей экономики в данный момент носит внутренний характер. Они зависят от принципов денежно-кредитной, бюджетной политики, принципов долгосрочного целеполагания в нашей экономике. А что касается санкций, то они, конечно, вещь неприятная. Надо это признать. И на финансовую устойчивость отдельных компаний они действуют, безусловно, негативно. Это проблемы с заимствованием капитала, прежде всего, на внешних рынках. Это удорожание этих заимствований. И, конечно, надо понять, куда мы будем двигаться дальше. Здесь, мне кажется, главная проблема состоит в том, что, ну, если позиция Соединенных Штатов предельно ясна, они действительно хотят наказать Россию за нарушение каких-то там правил, то что касается Европейского Союза, здесь ситуация не такая однозначная. Я так понимаю, что главная проблема состоит в том, что никто сейчас четко не может сказать, чем все закончится. То есть, на самом деле, какой вариант выхода из ситуации, из этого конфликта, прежде всего, внутриукраинского, но в который, так или иначе, увлечены Европейский Союз и Россия. Так вот, то, как ведет себя Европейский Союз, говорит о том, что вот такие колебания и непонимания происходящего, непонимания перспектив являются одним из источников того, что Европейский Союз отчасти склоняется к тому, чтобы встать, там, не знаю, на сторону или под влиянием Соединенных Штатов принимать какие-то решения. Поэтому, мне кажется, что главная проблема здесь. Третий аспект. Понятно, что если, значит, вот эта неопределенность продолжает сохраняться, то главные риски, они не для нашей экономики, не главные риски для экономики Украины. И проблема, видимо, состоит в том, я уже это говорил неоднократно, что тех ресурсов, которые есть в распоряжении Европейского Союза, Международного валютного фонда, Соединенных Штатов или отдельно России, уже недостаточно для того, чтобы ситуацию экономическую внутри Украины хоть как-то парировать. Потому что все то, что мы видим, знаем, слышим, разговаривая с нашими коллегами, в том числе украинскими, говорит о том, что никакие проблемы не разрешаются, они просто нарастают день ото дне. Все это происходит на границах нашей страны. И, безусловно, там уже и социальные проблемы начались, там в виде значительного потока беженцев. Там достаточно проехаться по улицам Москвы и увидеть количество автомобилей с украинскими номерами. То есть такого я не видел никогда. И понятно, что то же самое происходит в Украине. Там начинаются движения между регионами. Как все это скажется на социальной стабильности, я, честно говоря, не представляю. Ну так вот, и если возвращаясь опять же к проблемам нашей экономики, то главный такой индикатор того, как происходят наши взаимоотношения с внешним миром, это в нескольком смысле торговый баланс. Ну а там у нас пока, слава богу, все хорошо. Вот, да. У нас, нет, это понятно, что там есть эффект девальвации, есть эффект некоторого восстановления, есть эффект некоторого восстановления внешнего спроса. Вот, и вот здесь, конечно, надо этот момент использовать. То есть вот, когда у нас редкий случай, когда чистый экспорт становится фактором, ускоряющим экономическую динамику. В условиях, когда вроде бы на нас наложены санкции. И опять же, возвращаясь к тому, как мы должны на это реагировать, сказать о том, что меры, которые принимают против нашей страны, стимулировали экономический рост, я бы не стал. На самом деле, такого нет. Но то, что действительно правительство начало действовать активно в поисках новых рынков сбыта, новых торговых крупных контрактов, это факт, это происходит, и это положительный момент. И последнее, что я бы хотел сказать, на самом деле, когда мы говорим про БРИКС, у нас есть еще более тесное интеграционное объединение, Евразийский экономический союз, который начнет действовать с 1 января 2015 года. Ну так вот, пока Европейский союз исходит из того, что он пытается игнорировать этот процесс. Мне кажется, что важнейшим элементом внешнеэкономической политики России и стран Евразийского экономического союза должно быть стать целенаправленное, постоянное давление в пользу того, что институты Евразийского экономического союза становятся институтами, которые говорят от лица всех трех стран. Ну и, возможно, большего их количества, когда Евразийский экономический союз расширится. Вот это, мне кажется, важное направление действий. Спасибо большое. Можно я скажу только одно слово? Значит, да, там, поиски еще чего-то. В нынешней ситуации, когда американским банкам, и вообще любым банкам, запрещено кредитовать крупные российские компании в долларах, возникает вопрос, почему российское правительство предоставляет фактически бесплатные деньги этим самым западным банкам. Это уже выглядит совершенно феноменально. И вот этот вопрос мне бы очень хотелось задать правительству вообще и Минфину в частности. Спасибо. Валерий Викторович, тоже вам бы хотел слово передать. А какое влияние окажут санкции на экономику России? Ну, здесь действительно есть и плюсы, и минусы. То есть я начну, наверное, с плюсов. Как это ни парадоксально, здесь отведение санкций, те, которые были введены, и которые могут быть еще введены, есть и некоторые плюсы. Во-первых, они способствуют усилению тенденции к диапширизации экономики. В прошлом году Россия вывезла за рубеж прямых иностранных инвестиций примерно 4,5% ВВП. У Китая это 1% ВВП. В среднем по миру около 2% ВВП. То есть мы очень много вывозим за рубеж, не только для обсуждения наших экспортных мощностей, контрактов и так далее, но и чрезмерно. Вот эта ситуация заставит примерно 2% ВВП, прямых иностранных инвестиций в размере 2% ВВП. Может быть меньше, но не менее 1% вернутся в Россию, и значит здесь нужно для этого создать поле с точки зрения инвестиционного климата, инфраструктуры и так далее. Второе. Санкции парадоксальным образом, может быть это временно, но ведут к росту самооценки и оптимизма граждан России. Последний опрос в СИОМ меня поразил. Я никогда особенно не смотрел, но журналисты заставили посмотреть, и там из 6 показателей, 3 связанные с экономикой, они действительно говорят, что по сравнению с 6 месяцем прошлого года, там рост и по оценке перспектив благосостояния семьи, и по курсу и так далее. Возможно, граждане России здесь надеются на то, что под влиянием санкций произойдет некоторое самоочищение элиты, в том числе. Она будет более активно действовать в интересах России, попадет, собственно, под контроль граждан. Санкционализация. И граждане этому очень рады, видя вот тот гигантский отток национальных ресурсов за рубеж, идущий все последние годы. И третье. Эти санкции очень быстро развенчают миф о возможности быстрого ухода от энергетической зависимости Европы от России. Вот скоро выйдет Вестник Науфорд, там Сергей Алексашенко расскажет, как бы дает интервью, там мой материал, я вчера видел Верст, и он. Он там эту тему подробно рассказывает, но коротко, один из вопросов связан с тем, что очень трудно сжиженный газ, если даже он будет доставлен на западное побережье Европы, перебросить в страны Восточной и Центральной Европы, которые почти на 100% зависят от энергопоставок из России. И на это требуется там 5-10 может быть лет, и то в лучшем случае доля России упадет, ну Газпром, например, или Россия упадет с 30 до 20, Газпрома с 25 до 18 в европейском энергопотреблении через значительное количество лет. Но, несомненно, нельзя, 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 да, и тем более цена, да, и цена больше, да, это все снизит конкурентоспособность, здесь я согласен, прежде всего Германии. Но, несомненно, есть от санкций минусы. Мы уже видим вот сейчас по новостям, что рынок упал фондовый на 3%, курс, очевидно, сегодня тоже. Если говорить о том, что произошло за последние 3 месяца, то на 100-150 базисных пунктов выросла стоимость кредитных займов для российских компаний, ну вот вплоть до этого сегодняшнего эмбарго по американским банкам. 100-150 базисных пунктов, исходя из привлечения ресурсов российскими компаниями в год примерно, ну если исходить из 80 миллиардов долларов, это, значит, 1-1,5% пункта, но это где-то, значит, стоимость одного нового современнейшего НПЗ. Потеряли, несомненно, да, но, тем не менее, наверное, ну, да, плюс, значит, что еще можно сказать, что, если говорить о сырьевых крупнейших компаниях, то действительно, вот сегодняшнее отключение крупнейших наших сырьевых компаний и внешнеэкономбанков ВТБ от западных финансовых долгосрочных и среднесрочных рынков, это минус, несомненно. Но нужно иметь в виду, что даже вот если взять отчет по России МВФ, который только что вышел, там есть очень интересный график, который показывает, что кэш, то есть свободные деньги на счетах Роснефти, РЖД, Газпрома, Газпромнефти, Транснефти, достаточно серьезные объемы. И меньше всего, и они могут, значит, этими накопленными денежными ресурсами погашать текущие паутежи в течение кто года, или меньше года, хуже всего там у одной из компаний, кто два, больше всего там есть Транснефт, у нее три года. Но это, естественно, ограничивает их инвестиционные возможности. То есть это нельзя, перебиться можно, но радоваться этому я бы не стал. Виталий Филиппович, ну тоже вы услышали, ваш тоже комментарий хотелось бы услышать. Я хотел бы сказать следующее, что политика – это, вообще говоря, способ решения экономических проблем другими средствами. И поэтому, когда мы говорим о санкциях в отношении России, ну, вредят ли они? Конечно, вредят, несомненно, да. Но вот если посмотреть на полувековой период развития истории мировой, то вот я насчитал 10 прецедентов, когда были введены санкции против тех или иных стран. Начиная где-то с середины прошлого века, теряли страны. Там Иран, Ирак, Сирия – это последние примеры. Когда-то была ЮАР, когда-то была… Ну, сейчас не помню. Россия не эти маленькие страны. И поэтому, когда мы говорим о санкциях, я в каком-то блоге прочел такой лозунг «Больше санкций». Потому что, действительно, санкции… Ну, во-первых, успехи, я считаю, что это успехи нашей страны на политической мировой арене, они привели к консолидации общества в целом, в том числе и той ее части, которая ответственна за принятие и политических, и экономических решений, и за развитие экономики страны в целом. И в этом смысле деятельность, как мне кажется, оживилась. И мы это видим, ощущаем и думаем, что в этом смысле наложение санкций на нашу страну оказалось полезным. Тем не менее, по оценкам существующих экономистов, где-то на сегодняшний день мы уже потеряли порядка 18-19 миллиардов долларов. Оценка такая. Ну, много ли это для нашей страны? Ну, конечно, это деньги, и очень большие деньги. Но здесь я с Михаилом Леонидовичем полностью согласен, потому что, говоря о тех проблемах, которые возникают, главная проблема, по-видимому, все-таки будет связана с возможностью заимствования относительно дешевых денег для развития страны. И когда мы задаем и сами себе вопрос, и правительству вопрос о том, какие причины и какая польза России от того, что наш и фонд будущих поколений, и фонд развития размещены в тех странах, с которыми мы, вообще говоря, конкурируем на рынке, ну, у меня тоже ответа нет, я не знаю этих мотивов. Думаю, что все, что сейчас происходит, ну, эта трагедия, которая привела вот мировое сообщество к ситуации, в которой мы сейчас находимся на Украине, это, вообще говоря, имеет, конечно, экономические корни, а не политические. Понятно, что в экономике Америки, Соединенных Штатов Америки, проблемы существенные, поскольку экономика этой страны, она разделена, я бы сказал так, на два сегмента. Один сегмент – это действительно экономика реального сектора, другая часть – это экономика такая виртуальная, которая существенно превышает по объему финансовых ресурсов, в которой в ней находится, это вот экономика, связанная с финансовыми рынками, с ценными бумагами и прочим, да, и именно она привела в восьмом, и там, в седьмом-восьмом году к такому вот общемировому кризису. Идет нормальная конкурентная борьба, о чем, вот, все мы понимаем, и нам руководство Владимир Владимирович говорит, да, только вот вопросы конкуренции решаются вот такими неконкурентными способами. Я думал, Михаил Леонидович назовет эту цифру. Проблема простая. Америка не может себе позволить вернуться к глобальной экономической стабильности, потому что в тот момент, как ставка рефинансирования в Штатах вернется на уровень хотя бы 2,5%, то надо будет искать где-то 400 миллиардов долларов в год для того, чтобы только платить проценты по государственному долгу. Сегодня выживание бюджета США возможно только при одном условии, при том, что на это приходится платить четверть процента. В этом вся история, поэтому допустить ситуацию, когда кто-либо поверит в то, что Америка больше не мировой жандарм, и в этот момент поколеблется доверие к доллару, это, между прочим, надо понимать не только американская, но это глобальная катастрофа, и американцы исходят из-под того, что весь мир вынужден будет платить за спасение американской экономики. В этом довольно циничная игра, но это надо ясно понимать. И второй тезис. Американцы перестали считать больше двух лет, больше срока выборов в Конгресс. Потому что если бы они начали считать больше, они бы поняли, результатом сегодняшней их политики будет антиамериканская Европа, ненавидящая Америку похлеще, чем во времена Вьетнама. Потому что в Америке и бизнес, который орёт на своё руководство и объясняет, что если те вообще позволят себе так слишком вольно гулять с санкциями, то они разберутся с ними довольно быстро. Просто на встрече Штайнмайера мне рассказывали, чего говорили руководители клубных компаний ему. А одновременно профсоюзы говорят о том же. Поэтому всё больше людей начинает выходить из-под зомбирования криков американцев, и начинается волна пока скрытого, но в ближайшее время будет открытый антиамериканизм, которого Европа не знала практически со времён Вьетнама. Тем не менее, уже понятно, что Соединённые Штаты Америки держать мировую финансовую систему не могут. Действительно нужно 400 миллиардов долларов в год, либо на поддержание долговой системы, либо на поддержание спроса, неважно, как их распределять, непринципиально. Но до тех пор, пока не будет конструктивной альтернативы, все, в общем, скорее всего, будут идти в форматоры Соединённых Штатов Америки. Именно поэтому я и говорил о том, что нужна альтернативная конструктивная модель. К сожалению, в нашей стране ни правительство, ни Центральный Банк не то что не делают, а даже обсуждать отказываются. Они прочно лежат в форматоре Вашингтонского консенсуса 1989 года и выполняют все правила, предписанные МВФ. Вот это на сегодня главная наша проблема. Я даже не говорю об их политических действиях, которые явно совершенно лежат в направлении разжигания в России оранжевой революции. Может, они, правда, не понимают, что они делают, но, с другой стороны, мы же не можем считать, скажем, что Силуанов идиот. Значит, он это делает целенаправленно. Если посмотреть, что возрождают американцы в своей экономике, они возрождают, прежде всего, инвестиционное машиностроение. Это узкая специализация и Германии, и Франции. И здесь они сталкиваются, ну, яркий пример той войны, ну, просто модель войны Боинга с Эрбасом за рынки широкофилиазных самолетов, это просто модель того, как это происходит. Идет, все способы используются, а для Америки это вопрос выживания, потому что все инвестиции пока не рождают рабочие места. Вот это надо понимать, что новый подъем привел к тому, что инвестиции не рождают рабочие места в Америке. Это предмет просто национальной катастрофы, социально-политической. Это американцы прекрасно понимают, и для этого им надо сломать конкурентоспособности европейской промышленности. Издержки. Главный вопрос, я учу своих магистров. Не можешь поднять собственную конкурентоспособность, подрывая конкурентоспособность конкурента. Что и происходит. А по поводу элит, я позволю, поскольку я просто по этому поводу писал, идет, ну, во-первых, я хочу напомнить, что президент 8 июля подписал закон об общественном контроле в Российской Федерации. Я все-таки как автор горжусь этим. И здесь идет привлечение широкой общественности для того, чтобы повышать спрос со всех губернаторов, с министров. Для этого действия общественных советов и так далее. То есть никто не собирается чистить элиту физически. Времена 1938 года прошли. Но статус определенных деятелей, которые не отвечают национально-государственному, общественному интересу, вполне можно повышать. Что, вообще говоря, и происходит. Более того, президент, встречаясь с моими коллегами, меня не было в общественной палате, в открытую говорил о том, что механизмы общественного контроля должны быть направлены на повышение ответственности российских элит. Про элиты. Значит, единая мировая финансовая элита раскололась после дела Строскана, когда стало понятно, что эту систему больше сохранить не удастся. И она стоит сегодня из нескольких частей. А что касается Европы, то Евросоюз состоит из двух базовых элитных групп. Это британская часть, ну, условно говоря, бывшая элита Британской империи. И пресловутые, как бы столь любимые конспирологами Ротшильды, это как раз финансовая часть этой элиты. И это континентальные элиты, у которых очень сложные отношения, потому что именно Британская империя развязала и разрушила в Первую мировую войну имперские структуры в Европе. Это Германскую империю, Австро-Венгерскую, Османскую и Российскую. И уже пытались взять реванш. Континентальные элиты Европы, как бы, сделав, приведя к власти Гитлера, снова проиграли. И сейчас у них, как бы, реванш номер два. И в этом смысле нет единой европейской политики. Есть брюссельская бюрократия, которая полностью лежит под Вашингтоном. Есть руководители стран Восточной Европы, тоже полностью лежащие под Вашингтоном. Есть континентальные элиты Старой Европы. Есть, наконец, Британия. Именно по этой причине, кстати, столь резко Британия возражала против назначения Юнкера, который представитель старых континентальных элит, находящийся в острой конфронтации с британскими спецслужбами уже лет 20. То есть это просто личное, как это личное неприязнь, я испытываю к утерпевшему. А вот, что касается планов. Планы финансовой структуры. Дело в том, что с 1981 года для того, чтобы поддерживать мировую финансовую систему и первую долларовую, Соединенные Штаты Америки занимались эмиссионным стимулированием спроса. Механизмы больше не работают. Поэтому по итогам этого кризиса либо спрос и реально располагаемые доходы приходят в равновесное состояние. Сегодня спрос в Евросоюзе и в США больше, чем доходы у домохозяйств на 20-25%. Если они приходят в равновесие, это кризис сильнее, чем Великая депрессия 30-х годов прошлого века. Либо создаются альтернативные механизмы стимулирования спроса. Это могут быть только региональные эмиссионные центры. Обращаю внимание. Россия тоже получает свой кусок от эмиссии доллара через высокие цены на нефть и газ. Ну и вообще на энергию. Когда эта система разрушается, либо мы создаем альтернативные эмиссионные центры, и теоретически на это направлено создание Евразийского экономического союза. Но проблема состоит в том, что ожидать какое-то движение в этом направлении, пока экономикой Евразийского союза занимается Христенко, экономикой России занимается Улюкаев и Сануанов, и пока председателем Центробанка является Набиулина, никаких движений в этом направлении быть не может. Это исключено. То есть мы на самом деле, в этом смысле, политика наша, давайте уж скажем прямо, политика президента Российской Федерации, крайне двойственная. Он одной рукой делает движение в сторону создания альтернативной Соединённой Штаты Америки модели, а другой делает всё, чтобы это движение прекратить, держа на своих местах вот этих вот персонажей. И это, конечно, до добра не доведёт. Пример того, как ответили на санкции. Американцы считали, что запрет, то, что они перестали выдавать разрешение на экспорт в Россию суперкомпьютеров, обрушат российский ВПК. Ответ на это был очень короткий. За это время удалось совершить практически чудо. Удалось на российской элементной базе, да, меньшего разрешения, чем у американцев, но возродить систему нового поколения Эльбрус. В своё время в Советском Союзе удалось сделать совершенно защищённую систему, тут уж я профи, защищённую систему компьютеров, на которых базировалась вся система противоракетной обороны. Потом перешли на американскую элементную базу, что, в общем, всегда было предметом большой головной болисти. Работала целая структура, которая прозванивала каждый чип поступающий. А как только началась угроза санкций, Минпром провёл огромную работу по анализу угроз проведения тотальной системы санкций против российского ВПК. Были проверены все технологические цепочки. И за короткий срок было налажено производство суперкомпьютеров на целиком на российской базе. Вот, ещё раз говорю, пока от санкций одна только польза, потому что заставило шевелиться целый ряд наших отраслей, в том числе, вот я всё время говорю, мой товарищ Зверев, Андрей, руководитель российской электроники, совершил подвиг, поскольку теперь вопрос с системой противоракетной обороны совершенно не зависит ни в одной гайке, ни в одном чипе от импорта. Продолжение следует...